Всем привет! Салют! Это Виктор, меня зовут Даня. Витя любит Звездные войны, я люблю мероприятия по солдатикам. И если нас вместе сложить, то получится тот, кто сходил на Роджер, как это, на турнир двухдневный большой. Роджер, Роджер. Да, просто Даня был в большом пиджаке, и я внутри его обнимал. Ну, не будем ходить вокруг да около. Филипп организует турнир каждый год в славном городе Санкт-Петербург. Его паблик RogerRogerBlog вы можете найти по ссылке в описании, либо просто сами вбейте в поисковик. Ну, а как раз мы побывали на этом событии, чтобы рассказать вам, для чего нужно любить Звездные войны Легион, хотя бы из-за таких мероприятий, которые проводятся. И из-за таких солдатиков. Назывался он SPB Winter Open. Таких больших турниров в России проводится два в год. Получается, первый устраивают в Москве, второй в Санкт-Петербурге. Сил было потрачено больше, чем я думал. У меня уже был опыт проведения трех или, может быть, четырех двухдневников по Легиону, но они никогда не собирали больше 30 человек. В этот раз я открыл регистрацию, и очень быстро заполнилась она до 64. Пришлось поменять площадку, потому что мы в ту старую просто уже не влезали. Количество призов, террейна, логистики, которое нужно для того, чтобы это организовать, конечно, на порядок выше, чем я привык. Поэтому было тяжело. Но, к счастью, многие ребята мне помогали. Вчера мы тусовались в этом клубе до 12 ночи с компанией, ставили столы, готовились. Поэтому получилось за счет моих помощников замечательных все вышло хорошо. Террейн мы свозили со всей России. Здесь представлен террейн из питерских клубов, Нигры, Спасатель, Хобби-станция местный. Представлен террейн из Калининграда и из Москвы. То есть мы прям всей страной скинулись, чтобы получился тематически красивый террейн по Звездным войнам. Ну и что хочется сказать. Так скажем, походив по мероприятиям неоднократно по многим системам, там Вархаммер 40 тысяч, Малифо, вот как раз я тоже повидал, что такое Большой Легион. И остался под неизгладимым впечатлением, сугубо положительным. Потому что в знакомом нам пространстве, как раз Клуба Фантастика, при поддержке магазина Хобби-стейшн, в два этажа было оккупировано игроками 60 человек, 30 столов. И сразу представляется себе довольно тесная вот эта вот жапотерка, типа столов не хватает, они какие-то гнутые с фанерой, ничего подобного. Террейн весь крашеный, тематичный, красивый, логичный с точки зрения игры, что, кстати, тоже немаловажно. Ну да. И как раз все это с большой любовью собиралось из всех уголков нашей необъятной Родины. Как раз все модели покрашены. Это как раз было основным четким требованием. Ну там хотя бы в три цвета даже, если покрасить, уже будет хорошо. Но при этом были армии, которые прям в суперхудожку, в городе богаты. Да. При том, что разнообразие во все поля опять же. Видел армию розовых дроидов? На этом турнире нет. Ну на прошлом были, они прикольные. И, к слову, среди игроков встретилось много, скажем так, знакомых нашему каналу даже лиц. Вот как раз слово игрокам. Пока что все идет гладко. Две победы, два вайпа. У моих товарищей тоже все хорошо. Еще бы не парило друг с другом. Тут мне очень нравится, что кричат время окончания тура. Это важно? Это очень важно. Да, организация всегда хорошая. Я думаю, что будет слишком мало места, потому что все-таки 64 человека на 32 стола. Но пока я стоял все время у окна и у стены, и мне жопу никто не тер. Поэтому места достаточно. Это знаешь, на самом деле я сильно переживал, что будет либо душно, либо тесно. А по факту оказалось, что здесь, что вот на третьем этаже, достаточно просторно, не душно. Тут окна, там большое помещение. То есть вообще-то с этим вообще все хорошо. В общем, для турнира все четыре человека, это прям оно. Да, да, да. Питание хорошее, террейно до черта, террейн красивый. Армии покрашенные, народ дружелюбный. То есть, ну, на самом деле, очень хороший. Ну, я, кстати, заметил, ни одной непокрашенной армии нет. Да, да, да. Все в фулл покрасе, все шикарно выглядят. Подход крайне творческий. Атмосфера, скажем так, дружелюбная. Никто друг друга металлическими минками не бросался. Стули никто не переворачивал. Дышать вольготно. Ходить на втором этаже. Ну, там уже, скажем так, были издержки помещения. Но в целом не возникало никаких трудностей. Организаторы ходят, помогают, ведут строгий учет всего, что происходит. То есть, никакие очки не будут, скажем так, потеряны. Все вопросы разрешаются крайне быстро. Ну и что еще также стоит сказать? Конечно же, что такое турнир? Это все-таки соревновательное мероприятие. А за каждое соревновательное мероприятие следует вручать призы. И призы там были, мое почтение. Стоит, конечно, в первую очередь упомянуть о огромной статуэтке, которая разыгрывалась как раз среди победителей уже. Как раз статуэтка Асоки, которая, ну, блин, как шаверма в лучшие годы. Мне по локоть, скажем так. Различные сертификаты, памятные значки, как раз памятные точки. Все это сделано с большой любовью. Мерчевые футболки, как раз, которые даже не стыдно надеть в свет. Чтобы никто не подумал, что ты грязный задорок. Ну, я могу сказать, что на самом деле, что Филипп всегда молодец. То есть мы не первый раз у него на турнирах бываем. И всегда вот эта часть подарков, сувенирчиков и прочего мерча приятного, она прям на уровне. На высшем, можно сказать, просто на высшем. Так что как раз слово организатору, наверное, мы сейчас прямо и дадим. Поскольку сейчас меня снимает достойнейший представитель The Station, я хочу сказать спасибо The Station за то, что вы приходите уже который раз на мои турниры, делаете красивую съемку и классные ролики. Всем зрителям канала передаю привет. Поддерживайте ребят, подписывайтесь на Boosty. Я подписан, между прочим. И слушайте классный контент. Ну и, конечно же, по турниру хочу сказать спасибо клубам, которые я уже упомянул, которые скинули сюда свой террейн. Хочу сказать спасибо всем игрокам, команде Судей, маме, папе и вообще всем-всем-всем за то, что этот турнир, как я пока могу увидеть, удался. И по итогу, скажем так, этого краткого сообщения, хотелось бы вам сказать. Вот это прекрасный пример проведения турнира. Да. Потому что организация здесь, ну, прям на высоте, как уже Фил упоминал, со всех клубов России собирали террейн. То есть еще и комьюнити плотное. В целом, если вы хотите успеть, то можете до лета как раз приобрести какую-нибудь себе маленькую армию легиона, покрасить ее. Конечно же, заказав покрасу нашей покрасостанции. Ну, не могли, как это, не мог сдержаться. Да, не мог сдержаться. Так что, очень радостно видеть подобные мероприятия. Конечно же, по Вархаймеру тоже есть большие. Но хотелось бы, скажем так, с таким душевным подходом мероприятий чуть побольше. Да. Ну и объединение игроков со всей страны. Это ли не самое прекрасное в нашем хобби? Это всегда круто, на самом деле. Общение в приятной обстановке с приятными людьми. Так что, переходите в Roger Roger Blog, где вы можете как раз либо написать Филиппу в личку, он проводит обучение по Легиону. Как раз там уже узнать всю необходимую информацию и следить за анонсами всех будущих турниров, на которые я вам крайне советую сходить, посетить данные мероприятия. Это настоящее дух хобби, который нужно поддерживать. Ну и мы по возможности тоже будем там присутствовать. Освещать подобные мероприятия. Я-то в Легион играть не буду. Вот он, скорее всего, будет. Но, как-то знаешь, даже немного мысль проскочила. Мне там столько всего рассказали, как раз, и про закачки оптимальные. Типа, что и закупать все просто, и красить просто, и карточки там тоже каким-то образом можно добывать. Главное, в непрозрачном протекторе. Ну и все тому подобное. В общем, все эти мелочи, тонкости как раз и прочие анонсы, следите за ними в Roger Roger Blog. Ссылка в описании. Ну, а за всем на сегодня все. Витя, Даня, пока-пока-пока.